Пару слов о том, с какими трудностями сталкиваются организаторы мероприятий при переводе их из оффлайн формата в онлайн. На самом деле, самая главная трудность — это отсутствие живого общения и физического контакта с аудиторией. Это драматически снижает вовлеченность посетителя, а в данном случае вообще пользователя, в то мероприятие, в тот контент, который вы делаете. Если смотреть на последние, даже самые крупные онлайн события, самая главная проблема, которую так пока еще и не победили организаторы онлайн мероприятий, — это среднее время нахождения пользователя на онлайн мероприятиях. Например, если вы делаете мероприятие в оффлайн формате, человек уже проинвестировал время, чтобы добраться до вас, потратил полчаса или час на то, чтобы доехать до площадки, и как минимум потратит еще час на то, чтобы эту площадку обойти, и в принципе у него больше желаний и мотивации остаться с вами и с вашим контентом. Если мы говорим про онлайн формат, то для него прийти на ваше мероприятие — это сделать два клика, а уйти с него один. Это очень сильно влияет на то, какое время пользователь или посетитель, если можно так его называть, онлайн мероприятие с вами проводит. И это главный краеугольный камень, об который разбилось несколько вполне себе успешных на старте проектов. Что нужно делать? Нужно всячески вовлекать пользователя в то, что вы делаете. Не просто лекция, не просто лекция с чатом, этого полно и в YouTube, не просто какой-то интерактив и квиз, а что-то. Какая-то игровая механика, квестовая механика, какая-то история, связанная с комбинацией онлайна и оффлайна, которая будет удерживать человека с вами и на вашем онлайн мероприятии. Например, вот одна из последних механик, которую мы делали для одного из наших клиентов. Когда вы рассказываете о чем-то, внутри этого контента содержатся подсказки, после чего существует интерактивная механика, такой своеобразный квест. Пользователь собирает баллы, вы ему их, соответственно, начисляете, и после этого ему в оффлайн уже, в оффлайн-мире приходит какой-то подарок, сувенир, памятная вещь и так далее. Чем больше вот таких связок будет между онлайном и оффлайном, неважно, как они будут выглядеть, в виде промокодов, подарков или просто какой-то закрытой вечеринки после онлайн-мероприятия, встречи. Тут в фантазии огромное количество, огромное место для таких фантазий. Но чем больше таких будет крючков, цепляющих человека в онлайне, тем успешнее будет ваше мероприятие онлайн. Это самое главное. Самое главное — это удерживать пользователя не в течение шести минут. Шесть минут — это среднее время нахождения в онлайн-мероприятии, чтобы вы знали, что это называется. А хотя бы полчаса. Субтитры создавал DimaTorzok